Ничто не предвещало беды, рассказывают сотрудники Центра помощи диким животным. Олени, как обычно, выпустили погулять на пастбище за вольерами. Там животные обнаружили пакеты с мусором, которые, видимо, кто-то забросил через бетонный забор. Разворошили их и что-то съели. По словам волонтеров Центра, в злополучных пакетах был не обычный бытовой мусор, а таблетки и остатки бытовой химии. У мамы вздутие живота произошло и перекрыло легкие. И мама умерла буквально через полчаса, мы не успели ничего сделать. За ребенком, когда пошли уносить маму, пришли проверять ребенка, ребенок начал терять ориентацию. И телодвижение начало как пьяный шататься. Олененку по кличке Румпель дали антибиотик и повезли в ветеринарную клинику. Там его сразу же положили под капельницу и сделали УЗИ брюшной полости. В желудке была плотная масса, в которой могло находиться инородное тело. Поэтому сначала врачи даже не исключали, что может потребоваться серьезная операция. После капельницы и проведенной манипуляции животному стало легче. Предполагалось, что возможно, его придется отправить на хирургическое лечение. И было принято решение понаблюдать его до утра. Соответственно, за ночь животному, то есть животное вообще стабилизировалось полностью. Утром провели повторный УЗИ и в плане моторики, желудка, кишечника, там все стало хорошо. К счастью, операцию делать не пришлось. После осмотра врачи разрешили сотрудникам центра забрать олененка. Тем более, что животное первый раз оказалось в городе и нервничало в непривычных условиях. Кто и зачем забросил пакет с опасным мусором на территорию центра Враппалова, пока не ясно. Виновных не нашли. Олененок вернулся в родной вольер, но чувствует себя пока не очень хорошо. Много пьет и отказывается от еды. Ближайшую неделю он проведет в заперти под пристальным наблюдением специалистов. Артем Поттер, Данил Жиронкин. Вести.